Ребят, всем привет! Это Черногория и сегодня мы смотрим Старый Город Бар. И при входе вы заходите и сразу видите давилку. Давилку оливок. Раньше так делали и давили оливки. Получалось оливковое масло. Дальше мы заходим в Старый Город. При входе в Старый Город с правой стороны находится ларечек, где вы платите за вход. Вход стоит 2 евро. В этом ларечке вы платите 2 евро за вход. За детей не берут. Работа от 8 до 5 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Старый Город Бар. Это музей под открытым небом. Это, конечно, руины. Но сюда стоит приехать, посмотреть и почувствовать историю. Отсюда открывается панорамный вид на город Бар. Сейчас мы видим с вами часовную башню, которой механизм работает до сих пор и показывает точное время. С правой стороны мы можем увидеть хамам. Если просмотреться, то на крыше хамама есть круглые стеклянные шарики, через которых проходит свет. А сейчас мы можем посмотреть, как хамам выпить внутрь. В смотровой площадке старого города открывается вид на море. А с другой стороны открывается вид на величественную гору Румия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В окрестности старого города расположилась на возвышенности мечеть, где находится маленькая община, какие разговаривают по-турецки. Сейчас проходится намаз в этой мечети. Доносятся звуки намаза. Субтитры создавал DimaTorzok А с другой стороны находится каменная мечеть. Одна из старейших построек османов в городе Баре. Вот мы с вами посмотрели старый бар, а сейчас как сюда добраться. Расскажу, как доехать до старого города. Сейчас спускаюсь с моста, выезжаю на кольцо и поворачиваю налево. Повернув на лево и первый съезд направо. Возле магазина идея мы повернули. Тут еще с левой стороны остановочка и ларки, мы едем наверх. Мы уже проехали поворот на больницу, никуда не сворачивали, ехали прямо. И вот уже впереди старый город. Здесь с левой стороны есть парковка. Мы на нее заезжаем. Если вы приехали на автомобиле, то парковка находится ниже старого города. Вот можно заехать. Цена парковки стоит не в сезон 60 центов, в сезон стоит 90 центов за час. У нас сегодня праздник, и поэтому парковки все бесплатные во всей стране. На парковке находится 60 мест. Вы оставляете свой автомобиль и спускаете с парковки вниз. Идете по улице, где справа и слева находятся сувернирные лавки, рестораны. И потихоньку поднимаетесь к старому городу. Пойдемте. А еще здесь снизу есть дорога, где вы можете спуститься. Здесь находится музей. И возле музея есть маленький рынок. Это блошиный рынок. Он работает по воскресенье. С левой стороны, чуть-чуть дальше, если пройти, есть обычный рынок, где можно купить овощи и фрукты на рынке. А вот и как раз отсюда виднеется с парковки старый город. Также можно доехать до старого города на автобусе. Остановка находится как раз возле парковки. Сразу за парковкой находится колоритная улица старого бара. И находятся рестораны, находятся сувернирные лавки. Пойдемте по ней погуляем. Вот местные сидят, кофе пьют. Они общаются, обсуждают. Какой же будет сегодняшний сезон? Кто чем занимается? Ну, вы видите, что в ресторанах большинство сидят мужчины, пьют кофе. Турецкий стиль. Здесь есть супермаркет, где можно купить воды. Давай. Здесь проходит праздник. Называется масляняда. Все делается с оливок. Оливки тучные, соленые оливки. Маслины, черные, зеленые. Делают паштеты. Очень это приготовление. Какие-то стучат. Сколотанные, расколотанные оливки. Праздник проходит осенью, когда созревают оливки. Здесь находится кафешка. Мы видим, что справа и слева магазинчики закрыты. Сувенирные закрыты. Сегодня у нас праздник. День независимости Черногории. Работают только рестораны и кафешки. Под дороги мы потихонечку поднимаемся вверх к старому городу. Вот дорога одна уходит налево, а мы идем выше. Прямо, никуда не сворачиваем. Отсюда видится миниарет. Впереди находится мечеть. Вот подъем идет выше. Подниматься удобно. С коляской будет немного, чуть тяжеловато. Вот здесь можно смотреть направо-налево. Разукрашенные двери. Все цветет, ярко. Виноград. Киви. Тут находятся кафешки слева и справа рестораны, где можно посидеть, выпить кружечку кофе, охлажденное раздвивное пиво, покушать, пообедать здесь. Вот так красиво. В ресторанчике можно посидеть. В тенечке под виноградниками. Все в турецком стиле. Здесь, с левой стороны, находится сувенирная лавка, где можно купить домашнюю ракию. Это водочка, маслинки, мед, разные ликерчики. Можно купить. Здесь большой шар. В нем продают свежевыжатые соки. Яблочные, апельсиновые, лимонные. Много цветов. Украшения ресторанов, кафешек. В каждом ресторане есть интернет. Это очень удобно. После экскурсии по городу Старому Бару захотелось бы выпить прохлажденных напитков в таком антуражном баре. Или горячего чая. Или турецкого даже кофе попробовать. Настоящий турецкий кофе. Вот здесь. Вот мы с вами посмотрели обзор Старого Города Бара. Вы можете написать отзывы и свои пожелания в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. С вами Мни Монте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!